В Заречном 11 пловцов из Челябинской области готовятся к участию в 4-й летней спотекеаде молодежи России. Тренировки они проводят в новом 50-метровом бассейне. Плывется замечательно. Вода иногда холодная, иногда горячая. Ну, в общем, все хорошо. По две тренировки в день, утром и днем. Большую часть на тренировки уходит времени. Мы, во-первых, больше времени уделяем тренировкам и не расслабляемся. По словам тренера магнитогорской команды, в Заречном созданы все условия для проведения спортивных сборов и подготовки пловцов к важным соревнованиям. К тому же сборная из Челябинской области у себя дома вынуждена была бы готовиться к стартам на длинной воде в 25-метровом бассейне. В пятый день тренируемся. Нам очень нравится. Во-первых, вот я работаю в Магнитогорске. У нас на полмиллионный город один 25-метровый бассейн. И таких просторов мы не видели. То есть у нас 15 человек на 25-метровой дорожке. Это обычное дело. А здесь мы как короли плаваем. Там по пять человек, по три. Нам все очень нравится. Шикарные залы. Три зала нам любой на выбор дают, какой мы хотим, что соответствует нашим тренировочным планам. В Заречном воспитанники детской и юношеской спортивной школы номер 2 из Магнитогорска будут тренироваться до 23 июля. Затем они примут участие в четвертой летней спартакиаде молодежи России, которая будет проходить в течение четырех дней в Пензе. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин